друзья всем привет 1 ноября продолжаем работать в этом ролике мы во первых продолжим обсуждать курс рубля ситуацию вообще на валютном рынке россии но на этот раз мы с вами обратимся к последнему от крайнему выступлению набиулиной а вот буквально в прошлую пятницу банк россии оставил ключевую ставку на уровне семь с половиной процентов но по традиции после объявления ключевой ставки набиулина уже совместно с заботкиным это ее заместитель на далее пресс-конференцию друзья но прежде чем начнем хотел бы напомнить что есть канал про плюс ссылка будет в первом прикрепленном комментарии также в описании под этим видео там я каждое утро перед открытием биржи делаю достаточно подробные обзоры рынка авто мы обсуждаем инвестиционные идеи торговые тактические идеи плюс ко всему сегодня например я записал обзор облигации схема на миллион обычно за такие ролики берут огромные деньги то есть продают целые курсы образовательные но я думаю что просмотрев этот ролик у вас очень многие вопросы отпадут я думаю что как минимум эта информация будет полезна для тех кто действительно заботится о будущем своего инвестиционного портфеля приглашаю подписаться все ссылки ниже под этим видео ну возвращаемся к теме обзора и продолжаем эту тему развивать понятно что сейчас мы не будем полностью разбирать всю конференцию но обратим внимание на некоторые моменты которые на мой взгляд приоткрывает рассказать некоторые завесы тайн да вот например на мы знаем что в прошлом в прошлом году у нас действовало так называемое бюджетное правило то есть тогда когда нефть превышает ну условно 43 доллара за баррель минфин россии через центральный банк выходил на валютный рынок и покупал валюту и ее эту валюту грубо говоря складировал в резервы настоящее время эти резервы заблокированы мы знаем что более 300 миллиардов долларов сша но если говорить долларов выражение заблокированы в на территории недружеских на сегодняшний день нам стран и конечно это для российской экономики в современной российской экономики беспрецедентный случай но мы также с вами слышали уже не один из дыр раз что минфин россии может начать покупать валюту уже даже в конце этого года но или например следующем году сейчас нет точной даты одно время говорили что в конце этого года затем появились информат появилась информация что покупку валюты минфином перенесут на другой срок и здесь для нас становится вопросом да вот что мешает сейчас минфину россии например начать покупать юани но и тем самым поддерживают тоже доллар и тот же евро и вот здесь смотрите что происходит давайте сейчас вам вставлю небольшой отрезок из выступления по крайней мере из ответа на вопрос набиуллиной вот как раз в части покупки валюты но и там это все взаимосвязано с резервами банка россии вот давайте послушаем добрый день уже звучал вопрос по поводу замороженных золотовалютных резервов и я бы хотела его продолжить потому что несколько раз слышала высказывания экспертов по поводу того что раз так сложно вернуть эти замороженные резервы обратно в экономику то почему бы цб не имитировать соответствующую эквивалентную сумму в рублях чтобы эти деньги в экономику таки вернулись давайте может быть несколько напомню историю когда наполняли золото валютные резервы и банк россии покупал экспортер валюты в прошлом в обращении вводились новые рубли то есть мы в это в этот момент выпускали в обращении новые рубли этот факт что в в последующем эти приобретенные активы были заморожены никак не влияет на судьбу тех рублей которыми банк россии оплачивал покупаемую валюту этими рублями экспортеры выплачивали зарплату осуществляли платежи поставщикам и эти рубли обращаются в российской экономики уже не первый год так что нет никакой необходимости имитировать рубли чтобы возвратить деньги в экономике рубли никуда не пропадали из российской экономики и так друзья мы с вами получили ответ на вопрос то есть получается ранее когда в классической редакции действовало бюджетное правило еще до февральских событий например в 2021 году то получается что банк россии эмитировал деньги то есть по сути горя вам печатал рубли для того чтобы покупать валюту конечно здесь сразу первое что приходит на ум это инфляция но как так то есть по сути дела речь идет об увеличении денежной массы в экономике но здесь конечно надо эту ситуацию соценить с экономической точки зрения то есть ведь что происходит нефтяные газовые компании дабы нам случае нефтяные большей степени мы про нефть говорим добывают из наших недр нефть продают ее ведь это но грубо говоря считается вроде бы как считается национальным достоянием хотя это вопрос относительный то фактически покупка валюты и при этом печатание рублей является неким наращивание до ввп то есть рост ввп по большому счету то есть увеличение денежной массы она произошла за счет того что увеличилось количество товаров для продажи здесь вроде бы все нормально то есть соблюдается так называемый закон денежного обращения товаров в экономике примерно стоимость на выражение равно количеству денег если например количество денег больше чем товаров то соответственно в этом случае появляется избыточная масса денег ими виду и как последующее явление это инфляция и вот настоящее время мы с вами наблюдаем вот примерно такие новости вот газпром на официальном сайте пишет 2 часу беру свое изображение что в январе-октябре текущего года по предварительным данным добыл 344 миллиардов кубометров газа это на 18 и 6 процентов меньше чем в прошлом году за аналогичный период ну так же здесь пишется что спрос тоже в на внутреннем рынке упал но при этом экспорт в дальнее зарубежнее составил 91 и 2 миллиардов кубометров газа что на 42 и 6 процентов меньше чем за тот же период ну 2021 года то есть фактически идет существенное падение продаж но конечно мы с вами еще и помним о том что газпром получил рекордную выручку рекордную прибыль из-за этого он и выплатил казалось бы рекордные дивиденды а все почему ну потому что мы посмотрим на цены на газ за например если цена на газ условно в июле 2021 года стоило примерно в промежутке между 400 и 6 600 долларов за тысячу кубов то на сегодняшний момент даже с учетом того что цена уже опять откатила вниз то есть корректировать ценник составляет на тысячу кубов 1193 доллара понятно что речь идет росте ну как минимум более чем на сто процентов а если смотреть например предыдущие периоды например и были случаи когда сроки точнее когда цена на газ составляла и ниже 400 долларов за тысячу кубов соответственно падение экспорта она компенсируется стоимостью самого газа ровная похожая история и с нефтью да мы знаем что не в тоже у нас достаточно дорого стоит берем 2021 год баррель стоил например по бренд около 70 долларов за баррель до плюс-минус в какой-то момент времени в начале 2021 года баррель стол стоил и вовсе ниже 60 долларов за баррель сегодня цена на баррель стоит 94 доллара в моменте стоимость доходила порядка более 100 долларов за баррель да то есть я вот так вот округленно все это вам говорю то есть в итоге ну в общем то здесь я думаю любому обывателю понятно что фактически объемы продаж компенсируется ценникам но теперь давайте друзья вспомним один момент и этот момент связан с тем что во первых приближается 5 декабря именно вот с этой даты начинает вступает в действие эмбарго даты или потолок цен на нефть и причем в европе и в союне штатах америки вот только пока есть информация по этим двум странам но при этом есть определенные ограничения дату себе при точнее скидки что нефть точно будет действовать на ту нефть который например отгружена позднее 19 декабря то есть до этого если нефть отгружается то потолок цен не распространяется но это друзья все частности это все нюансы главное здесь понять один момент что если например условно общая мировая экономика будет замедляться темпы будут постепенно сокращаться из-за того что поднимает ставки растет инфляция то конечно же все это может постигнуть рынок нефти цены на нефть могут в этом смысле продолжать корректироваться вниз это первый момент второй момент если будет развиваться практика снижения продаж например как по газпрому то на фоне снижения цен на газ например на нефть плюс ко всему на фоне снижения спроса и плюс еще искусственное снижение продаж российских сортов нефти потому что просто не покупает ее то в этой связи конечно серьезно возникает проблемы тут уже не до бюджетного правила и печатать новые деньги для того что покупать валюту вот например сейчас становится крайне авантюрной затеей потому что вот именно сейчас при снижении этого продаж то есть снижение количества в объем на в объемах печатать новые рубли становится нецелесообразными крайне рискованные идеи в один прекрасный момент цены могут рухнуть на товары сырье рынке плюс ко всему резко упадут продажи и они фактически давить падают да мы с вами это видим на официальном сайте газпрома из первоисточника что называется то это все лишь только усилит инфляцию на фоне той инфляции которая сейчас уже существует а сейчас инфляция у нас она в основном завязана на том что просто-напросто сокращается предложение то есть со стороны импортного направления да то есть импортных товаров экономики становится меньше то есть получается такая с одной стороны к запутанной ситуации но если разобраться все достаточно просто я считаю что это является одной из вот причин того почему сейчас например минфин россии не выходит с бюджетным правилам да есть там какие-то нюансы например связанные с покупкой юаней с покупкой других валют дружественных нам юрисдикции но я думаю что это одна из основных причин почему не покупают валюту но потому что сейчас еще раз говорю печатать рубли становится очень рискованные затеи и конечно можно напечатать любой момент включить установку и печать пошла но тогда что будет с инфляцией в россии которые и так достаточно высокая неизвестно никому поэтому вот я думаю вот в этом одна из причин друзья вот такие соображения на сегодняшний момент имеются дальше следим за развитием событий следим за действиями банка россии за заявлениями минфина россия но в любом случае вот сейчас нужно учитывать вот эти все нюансы для того чтобы строить свою инвестиционную либо определенно тактическую трейдерскую стратегию на этом пока все до встречи в следующих обзорах